Сожжённые дома и перевёрнутые автомобили. Горы битого кирпича и шифера под ногами, невыносимый запах гари. Так выглядел населённый пункт Масанчи днём 8 февраля. 16-тысячный посёлок буквально опустел. На улицах лишь наряды пожарных и полиции. Жители боялись выходить из своих домов. Ночью здесь царил настоящий ад. Всё, она, газбаллончик, да? Газбаллончик, да? Газбаллончик, да? Газбаллончик, да. С бутылками кидают? С бутылками, с этим. Газбаллончик сейчас держит вот этот. Зажгли и кидают. Вот стёкла всё разбили по улицам. Там снизу ещё есть несколько домов. 10 или 15 домов всё сгорели. Ничего не осталось. Люди сейчас без крови. Именно Масанчи стал первым населённым пунктом, на который свой выбор остановили погромщики. Массовые беспорядки, поводом для которых послужил бытовой конфликт, начались именно здесь. В полицию поступил звонок о том, что на окраине села Масанчи собрались 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми началась драка. Позднее к ним присоединятся ещё три сотни человек из соседних сёл. Конфликт быстро перебросится и на другие посёлки, находящиеся поблизости. Уже к ночи, помимо Масанчи, беспорядками будут охвачены Сортобе, Аохаты и Буланбатыр. Позднее они перерастут в погромы. Свои действия их участники будут активно снимать на камеры мобильных телефонов и выкладывать в сеть. Тогда же в медучреждения начнут поступать и первые пострадавшие. Большая их часть в Курдайскую районную больницу. Медучреждение стало неким перевалочным пунктом. Здесь медики принимали решение, какая помощь необходима поступившим и где эту помощь могут оказать. Всего в городскую больницу обратилось 123 человека, 75 из которых была оказана первая помощь, после чего они были отпущены по домам. 39 человек поступили с огнестрельными ранениями. Кроме огнестрельных ранений, списки диагнозов также и черепно-мозговые травмы, травмы конечностей. Мы вчера семерых прооперировали, пятерых сегодня выросли в Алматы. Трое тяжелые, они транспортировать нельзя, они остались у нас. Один из них умер у нас. Остальные в хирургическом отделении, 29 человек, они все живы, здоровы. А что за травмы в основном? Огнестрельные ранения. Много? Много, почти 90%. Были пострадавшие среди полицейских. Один из них, Рашад Байрамов. Он получил огнестрельное ранение, но продолжал нести службу. Признается, о собственном здоровье тогда думать было некогда. Кого в ноги попали с огнестрельного кого-то, конями закидали в голову, разбили. Ну, как, все равно мы сделали первую медицинскую помощь, оказали нам всем. И дальше начали, отказались от дальнейшей госпитализации, дальше начали вести службу охранно-общественного порядка. Ближе к ночи станет известно. В Курдайский район меньше чем за сутки покинуло больше 10 тысяч человек. Сразу несколько поселков практически опустили. Подтверждением этому как раз и стали пустынные улицы, отсутствие света в окнах и автомобилей на дорогах. Поздно вечером места беспорядков и пожаров выглядят, пожалуй, еще устрашающе. Нам удалось побывать здесь сегодня днем. Однако даже спустя несколько часов картина изменилась не сильно. До сих пор виднеются во многих местах языки пламени. Даже сложно поверить, что еще недавно здесь жили и работали люди. Позже выяснилось, что почти все жители четырех населенных пунктов застряли на границе с Кыргызстаном. К такому потоку людей сотрудники пропускных пунктов были явно не готовы. Тот дальний огонек, все до него, не знаю, насколько видно, это все автомобили, их здесь очень много. Также сейчас попрошу, не знаю, насколько видно, вот еще транспортные средства, они также здесь стоят. Многие автолюбители уже оставили свои автомобили, лишь бы уже в пешем порядке хоть как-то преодолеть границу. Вот так всего за сутки в ходе массовых беспорядков погибли 10 человек. Больше ста пострадали. Принимали соболезнования и в этом доме, в ауле Альжанана. 24-летний Дархан Абдрахим погиб в первые часы беспорядка в Масанчи. По словам его отца, в ту ночь сын сообщил ему, что привез пассажиров из Алматы в Курдайский район. И пообещал вскоре приехать домой. Но затем связь с ним пропала. Позже разбитую машину у Дархана обнаружат на заправке в Масанчи. Документов в салоне не найдут. У Дархана осталось двое маленьких детей. Состояние жены и мамы Дархана в комментариях, кажется, не нуждаются. Жилые дома, коммерческие магазины и личные авто повредили или сожгли дотла. По официальным данным, повреждено свыше 30 жилых домов, 20 магазинов и коммерческих точек. Более 20 машин были подожжены. Мы наблюдаем, как на центральных улицах патрулируют вооруженные силовики. На улицах практически не видно женщин и детей, в основном мужчины. Жертвы погромов признавались. Складывалось впечатление, что наибольший ущерб погромщики старались нанести именно предпринимателям, сжигая магазины, аптеки и точки общепита. Многие для открытия собственного бизнеса брали деньги взаймы. Поэтому, чем сегодня отдавать долги, они не знают. Это здание только открывалось. Здесь не только столовая, здесь вот магазин открывался, столовая. Там внутри стоматология. Они все просто взяли, разглобили. О том, что не стоит волноваться за потерянное имущество, сельчан пытались убедить власти. Представители правительственной комиссии на встрече с населением подчеркивали, компенсация будет. По отношению возмещения ущерба не беспокойтесь. Только мы все должны делать на законном основании. С учетом всех, имеющих документов. Вы уже чувствуете, мы сейчас были с таким образом в одной семье. Приходили к ним оценщики, экспорты. Мы все это самое посмотрим. Мы ущерб по скотам тоже, по машинам, по жилым домам, торговым точкам. Все это мы восстановим. Но, еще раз повторяю, в законных основаниях. Правда, практически сразу стало понятно, что в полном объеме компенсацию получат не все. К примеру, это касается выплат за погибший или потерявшийся скот. Если он не был зарегистрирован, за него деньги не возвратят. Выплат придется подождать и тем, у кого в пожаре сгорели документы. Тем временем, по ту сторону границы, в Кыргызстане, именно туда, после начала беспорядка, вбежали напуганные жители Масанчи, Суротобе, Аохаты и Буланбатыра. Беженцам раздавали продукты, одежду, одеяло и средства гиены. Есть люди, которые сами приходят. Они говорят, в одной семье у нас 8 человек, есть 15 человек. Мы им выдаем сами здесь. А есть, которые мы не знаем, знают таксисты. Они приезжают, говорят, допустим, я могу взять 100 порций и развезти. Мы им отдаем. Они, таксисты, в эти дни работают бесплатно сами. Они даже за это деньги не берут. Ни с нас, ни с этих клиентов, они вообще не берут деньги. Бесплатно работают сами. Позднее многие из них рискнут вернуться. На пропускном пункте многие из них признаются. Возвращаться в свои дома страшно. Боятся повторных погромов. Но находиться долго в соседнем Кыргызстане многим просто негде. Специально по поручению президента Кыргызстана Тупаева приехала большая комиссия из числа заместителей министров внутренних дел, комитета национальной безопасности, генерального прокурора, теперь министерства индустрии, здравоохранения, министр труда, социальной защиты, депутаты, вот ассамблея здесь приехали для того, чтобы здесь самое главное навести порядок, обеспечить вашу безопасность. Вот с таким им областями ночью здесь ездили по всем этим пяти населённым бухтам, везде было спокойно. Никаких там нарушений, никаких конфликтов, тем более траки, ничего не было. И вот так и дальше будет. Так что вы не беспокойтесь. Число вынужденных переселенцев, находящихся в Кыргызском Токмоке, определяли только по количеству порции горячей еды, которые забирали из мечети. Судя по этим расчётам, на тот момент в городе оставались порядка двух тысяч казахстанцев. Спустя почти неделю после беспорядков режим ЧС в Курдайском районе сохраняется. Когда его отменят, неизвестно. Хотя ситуация в сёлах стабилизировалась. Безопасность жителей обеспечивают свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. При въезде и выезде из сёл работают блокпосты. Там проводят тщательный досмотр автотранспорта и проверяют документы пассажиров. Около 8 тысяч человек вернулись обратно домой. Наши эпидемиологи круглые суточные стоят 24 часа сменно-сменно. У них у каждого есть в комплекте бесконтактные термометры. Бесконтактным путём они каждого проверяют. Если при обнаружении температуры, их сразу изолируют и полагает на действие, будет действовать. С 30 января пересекли границу. Больше 40 тысяч человек. Все они проверены. А на сегодняшний день температурщик нет. С начала недели в районе возобновили работу все социальные объекты и торговые точки. На сегодня школы пострадавших сёл посещают более трёх тысяч учащихся. В детских садах из 1600 дошколят обучаются меньше половины. Многолюдны сейчас и в мобильном цоне. Ответственные специалисты работают в усиленном режиме. Свидетельства о рождении и удостоверении личности восстанавливают всего за сутки. Для получения компенсации сельчане подают заявление на восстановление документов сгоревшего имущества. В свою очередь 9 групп специалистов провели обследование объектов недвижимости в сёлах Аохатты, Масанчи, Суроктубе и составили акты. Оценщики подсчитывают сумму нанесённого ущерба. Работа ведётся с первого же дня после чрезвычайной ситуации. И на сегодняшний день уже начаты работы по составлению дефектных актов. Существует некоторый ряд проблем, потому что не все жители ещё до сих пор вернулись в свои дома. И есть такие объекты, куда наши оценщики попасть не могут. Тем временем чистку в рядах чиновников провёл сам президент страны. Сменилось практически всё руководство области, включая силовые структуры и надзорные органы. Им и предстоит устранять страшные последствия курдайской трагедии. В первую очередь позаботиться о семьях жертв, оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также найти истинных виновных, зачинщиков и провокаторов. Но самое важное – это сделать правильные выводы и приложить максимум усилий для того, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Редактор субтитров А.Семкин